Отделение дневного пребывания ЦСО – это своего рода пионерский лагерь для стариков. Здесь и развлекут, и научат, и накормят. Прийти сюда может любой пенсионер. Работает отделение с 9 утра до 5 вечера. Так Валентина Федоровна Сергеева посещает его постоянно, уже более 5 лет. Прерывается лишь на дачный сезон, который сама называют каникулами. Я считаю, даже очень это нужное отделение в нашей жизни, потому что мы здесь общаемся, работаем. Все делаем вместе, отдыхаем. К нам с концертами приходят. Главное, что в центре получают пенсионеры – общение, плюс всевозможные развлечения и полезные навыки. В дневном отделении регулярно проводят концерты, работают компьютерные курсы. Здесь учат шить, вязать, мастерить. У нас работает трудоинструктор Кау Кольга Михайловна. Она обучает у нас клиентов наших, посетителей, по сильному труду, труду своими руками. Чему-то даже они нас учат, и Ольгу Михайловну делятся своими умениями, навыками. Наталья Байбородина и Елена Южакова посещают отделение дневного пребывания всего неделю, но уверены, теперь станут его постоянными клиентками. Мы только с понедельника с Наташей подошли сюда. Нам очень хотелось научиться делать эту куколку попиком. Вот такая куколка, красивая. И Ольга Михайловна нам объяснила, как делать. И вот мы сделали. Сегодня четверг, у нас уже куколки готовы. Такие куколки мы умели, показали, тоже сделали, зайчиков на пальчики. И вот северную берегиню делали русская народная кукла. Ежегодно отделение дневного пребывания ЦСО посещают более 800 пожилых котлашан. Но Министерство труда, занятости и социального развития, которое по госзаданию финансирует котловский ЦСО, в любой момент может прекратить его содержание. Ведь отделение давно перестало выполнять основную функцию, ради которой и было открыто в 1996 году. Сами знаете, были трудные времена, когда не выплачивала заработная плата, в том числе и пенсия не вовремя пенсионерам выдавалась. Поэтому из-за этих сложностей было создано это отделение. И было организовано горячее питание для той группы на данной категории, которые получали пенсию ниже прожиточного уровня. Сейчас пенсионеров с доходом ниже прожиточного минимума практически нет. Тем не менее, в центре по-прежнему предоставляют горячее питание. Хотя и не бесплатное. Посетители сами оплачивают его. Полноценный обед из трех блюд стоит 90 рублей в день. Мне это очень неудобно, потому что я дома позавтракала, вечером пришла, поужинала. Вот и все. Чеш, чеш, очень даже здорово. Сложно дома не готовить. Ну, у меня так и бывает. Я иногда и готовлю. Это уже как поленишься. Наше отделение дневного пребывания вполне можно назвать уникальным. Подобное в Архангельской области есть всего в четырех центрах социального обслуживания. В Котловском единственном пенсионеров кормят. И то, что создавалось десятилетиями, работники хотят сохранить во что бы то ни стало. Для этого им предстоит доказать Министерству труда, занятости и социального развития, что новый формат работы по организацию досуга пенсионеров востребован не меньше, чем оказание материальной помощи малоимущим. Руководство центра готовится расширить спектр кружков и клубов для пенсионеров. Для этого к сотрудничеству приглашаются все горожане, которые могут чему-то научить других. Адрес центра – Урицкого, 9, Центральный вход. Желание работников нашего учреждения и именно этого отделения привлечь более молодых, энергичных пенсионеров, которые могли бы внести еще какую-то свою лепту, что-то новенькое в работу данного отделения. Посетители дневного отделения рассказали, что хотели бы заниматься не только творчеством, но и спортом. Для приобретения тренажеров ЦСО будет участвовать в конкурсе проектов, чтобы выиграть грант.